Меня давно интересует тема строительства домов в Америке и чем они отличаются от российских аналогов. О том, из чего и как строят в Штатах, можно рассказывать много и долго. Немного разобраться в этом вопросе мне помог хороший друг Алексей, автор канала Mechanism One, который имеет опыт строительства своего дома в Техасе. Он же помог мне с видео и текстом для этого репортажа, который является продолжением его ролика про строительство домов в Америке и в частности в Техасе. Поэтому рекомендую посмотреть его ролик по ссылке в описании, прежде чем начинать просмотр этого видео. В первой части репортажа, которая вышла на его канале, он рассказывает о подготовке к строительству и заливке фундамента. А в этом ролике я расскажу про сборку каркаса дома, проведение коммуникаций, черновую и чистовую отделку. Каркас. После того, как готов фундамент, на залитой стяжке наносят разметку стен и начинается сборка деревянного каркаса дома. Все несущие конструкции дома собраны из дерева. Вообще каркас дома это тема для отдельного видео, потому что каркасы из сами знаете чего и палок вызывают много недоверия и споров, так что останавливаться на этом подробно я пока не буду. Затем доски снаружи обшиваются стружечной плитой. Все древесные материалы для постройки дома предварительно обрабатываются определенными смесями и маслами для защиты от насекомых и воды. В то же время эти химические составы не вредны для здоровья человека. Все материалы крепят гвоздями и металлическими анкерами. Также используются болтовые стяжки в основном в критических местах, которые по каким-либо причинам будут нести повышенную нагрузку. Брус при строительстве не используется, его заменяют несколькими досками, сколоченными вместе. Коммуникации. После того, как каркас дома закончен, внутри начинают проводить коммуникации. Все коммуникации тянутся внутри стен. Проводится электрика, линии воды и газа, телекоммуникационные линии. Устанавливаются электрические панели, счетчики, распределители воды, а также все розетки. Затем устанавливается камин, ванны, бойлер для нагрева горячей воды, кондиционер. На чердаке устанавливается вентиляционная система для отопления и охлаждения дома. На самом деле это оптоволоконная мягкая труба. Сверху она имеет оболочку из негорючего стекловолокна, под которым спрятана стекловата, внутри которой находится мягкая алюминиевая труба. Сегодня такие вентиляционные трубы используются везде, где скорость потока воздуха относительно невысокая. Затем внутренние стены обшивают гипсокартоном с одной стороны. С другой стороны в проемы вставляется минеральная вата, после чего стена также зашивается гипсокартоном. Отмечу, что шумоизоляция в доме мало чем отличается от бетонных или кирпичных панелек. Черновая отделка. Затем начинается черновая отделка помещений. Тут ничего особенного. Шпаклевка стен, покраска, создание узора на стенах. Затем вставляются окна. Внешняя часть дома обшивается дополнительными шумоизоляционными и утепляющими полистироловыми панелями со значениями R равными 3. Толщина этих панелей 13 миллиметров. Сверху панели будут зашиты слоем толстого пластика и рубероида. Окна, используемые в строительстве, так называемые южные, и могут использоваться лишь в Техасе, Луизиане, Флориде, южной части Калифорнии, Аризоны и Новой Мексики. Непосвященных вопросу строительства данные стеклопакеты и панели вызывают вопросы. Тем не менее, стоит помнить, что удержать холод внутри дома в дикую жару так же трудно, как и тепло в дикий холод. Наконец приходит время кирпичной кладки. Кирпич декоративный, стандарта ASTM SW. Помимо кирпича также используется камень. Между стеной и кладкой оставляется 5-6 сантиметровый зазор для циркуляции воздуха. Соответственно, под козырьком оставляется отдушина. Качество кладки кирпича очень хорошее. Стать каменщиком не так просто. Эта профессия считается одной из престижных у мексиканцев. На фасаде и боковых стенах полностью отсутствует молдинг. Его можно использовать лишь на торцевой стороне дома, если есть желание немного сэкономить на цене дома. Хотя вообще принципиальной разницы не будет. Параллельно идет укладка гибкой рубероидной черепицы на крышу. В разных районах все крыши выполнены в одинаковом цвете, с использованием одинакового материала. Черепица, рубероид и тому подобное. Чистовая отделка. Затем внутри дома начинаются чистовые малярные работы, укладка кафеля, устанавливаются розетки и прочие мелочи. Также укрывает все, что может поцарапаться или быть повреждено в процессе работ. Уложенный кафель просто закрывается толстой плотной бумагой. Все окна по-прежнему в пленках, все ванны закрывают специальными чехлами. Затем вставляются двери, которые также временно находятся в чехлах, либо в черновой покраске. Ну вот и все, дом почти готов. В следующий раз мы пройдемся по готовому дому и посмотрим в каком состоянии его сдают покупателю. Друзья, не забудьте перейти по ссылке в описании и посмотреть первую часть на канале Меканизм One, если не успели этого сделать. Кстати, если меня смотрят представители мастерских, заводов, фабрик и других предприятий, то напишите мне письмо и я сниму о вас такое же интересное видео, которое выйдет на этом канале. Спасибо всем за просмотр! Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, как это сделано, пишите комментарии и заглядывайте в мой инстаграм, где я публикую фотографии с различных производств. С вами был Аслан, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok